Глава 5. История и современность. Взаимосвязь без конфликта. История и современность тесно связаны, их взаимодействие формирует современное общество и определяет его развитие. Если обратиться к истории, она безусловно подтвердит прошлое и настоящее теснейшим образом переплетены. Это взаимодействие определяет наше нынешнее общество и направляет его развитие. Трудно подвергать этот факт сомнению. Но в то же время мы должны признать, что многие аспекты жизни в наши дни вовсе не зависят от исторического контекста. А даже если и удается проследить некие зависимости, все же очень не хотелось бы, чтобы ужасы прошлого проникали в нашу жизнь. Социальные проекты, технологические новшества и экономическая составляющая не обязаны подчиняться тому, какой вариант истории владел миром 100, 50 или 30 лет назад. Мы даже не говорим о разноголосице интерпретаций. Кем бы ни оказались победители в великих столкновениях прошлого, в настоящем их влияние должно быть сведено до минимума. Использование исторической риторики не должно иметь места в современных общественных дискуссиях, и его влияние не имеет права играть заметной роли. В лучшем случае это приводит к демагогии, а в худшем – к циничной манипуляции. Люди не обязаны терпеть страдания или, что гораздо хуже, гибнуть ради восстановления иллюзорной исторической справедливости. Наша современная жизнь – это не битва прошлого с будущим, это живая открытая система, изменяющаяся под влиянием текущих обстоятельств. Именно от них, а не от далеких побед или поражений, должно зависеть благополучие наших наций и мира в целом. История обязана оставаться в прошлом как урок, а не как орудие для манипуляции современной реальностью. Конфронтации и трения, пронизывающие общественную структуру и вызывающие натянутые международные отношения, ни в коем случае не должны возникать на основе событий прошлых эпох. Нельзя позволить им препятствовать современным подходам к прогрессу и становиться причиной замедления развития и уж тем более развязывания современных военных конфликтов. С этой точки зрения, история требует постоянной перезагрузки, некого своего обнуления. Общество должно быть освобождено от тяжести прошлого, чтобы не мешать его настоящему и будущему. Подобный процесс обнуления должен стать постоянным и преднамеренным, исключая исторические события из политических речей и дискуссий. В итоге нам не дна роль судей прошлого. Да, и если бы была бы дна, не столь важно, кто был виноват и кто был проведен в прошлом, ведь наше существование ограничено настоящим и направлено в будущее. Тем более, при глубоком анализе можно установить, что все действующие силы в исторических коллизиях действовали опрометчиво и их действия нередко вели к трагическим последствиям. А если что-то воспрепятствовало катастрофе, то это скорее случайность, чем мудрость политиков. Важно исключить воздействие прошлого на наше восприятие сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы должны жить и развиваться здесь и сейчас, стремясь к миру, прогрессу и благополучию, готовясь к тому, что ждет нас впереди, а не обращаясь к тому, что осталось позади. Существует возможность бесконфликтного осознания взаимосвязи истории с современностью. Это можно сделать не столько через анализ исторического контекста и его интерпретаций, через изучение причин и последствий прошлых событий и усвоение уроков, которые можно применить в современной жизни, а через полное игнорирование исторического аргумента в контексте современности. Должно анализироваться заново здесь и сейчас, в рамках современного, а не исторического контекста. Мысль о привлечении истории исключительно к современным задачам воспринимается некоторыми как хорошая идея, однако именно такой подход порой ведет к столкновению с теми же проблемами, которые вспыхивали в прошлом. Нет, мы не утверждаем, что прошлое должно быть забыто, он просто не должно определять наше настоящее и будущее. А знать и анализировать историю абсолютно необходимо, ибо игнорирование заложенных в истории уроков может стать катализатором многих нежелательных сценариев. Всякое событие, всякое явление современного мира есть продукт определенной эволюции. Процессы, начавшиеся годы, десятилетия, а то и столетия назад, проявляют свои последствия и в наши дни. Искусство интерпретации истории состоит не в том, чтобы находить в ней оправдание для современных событий, а в том, чтобы понимать причины и последствия, дабы делать более обдуманные и взвешенные решения. С другой стороны, стоит принять, что современность диктует нам свои правила и требования, и наш анализ должен быть сфокусирован именно на них. Мы думаем, что так ставим себя в опасность повторить ошибки прошлого, не обучившись на чужих промахах. Увы, призвав историю в настоящее, мы рискуем возродить кровавых и уродливых призраков прошлого. Нужно понимать, что налет цивилизованности очень тонок. Совсем недавно, лишь на памяти тройки-пятерки, последних поколений принципы гуманизма стали более или менее принятыми хотя бы формально, декларативно, и то только в ограниченном ряде обществ. Мы легко и непринужденно скатываемся назад при любом потрясении. Поэтому нам приходится заново анализировать многие вещи. История не может дать ответы на вопросы, которые ставит перед нами современный мир. А если и может, то эти ответы нам скорее всего не понравятся. Все запретить, всех расстрелять, всех наказать не лучшие идеи. Исторический опыт – это не универсальное решение всех проблем. Он – лишь инструмент, который помогает увидеть некоторые закономерности, разобраться в причинах происходящего, принять мудрые решения, включающие решимость разорвать гибельные исторические связи, тянущие нас назад в кровавое месиво истории. Анализируем все заново и не забываем об историческом контексте, который дает нам возможность увидеть картину в целом, а не только ее отдельные элементы. Взаимодействие истории и современности – это не гармония, которую необходимо постоянно поддерживать. Нам не нравится наша история, она полна беспросветной глупости и оголтелой жестокости, мы должны разорвать с ней связи и перестать ее обожествлять. Это необходимо для достижения по-настоящему глубокого понимания мира. Игнорировать современность в пользу исторической справедливости – значит упускать важную составляющую понимания нашей реальности. Действительно, часто люди, пытаясь увидеть зеркало своего времени в зеркале истории, не в состоянии расшифровать уроки, которые она им предлагает. Иногда мы ограничиваем себя рамками своего настоящего и проектируем его на прошлое, игнорируя множество факторов, которые привели к прошлым событиям. Такое превращение прошлого в проекцию настоящего приводит к потере ключевого урока истории, урока о важности учитывать все аспекты ситуации. Принимая во внимание множество нюансов, которые приводят к определенным историческим событиям, мы начинаем осознавать, что история – это не просто линейная последовательность событий, но сложная сеть взаимосвязей. Ни одно событие не происходит в вакууме, и все они тесно связаны друг с другом, образуя вселенский клубок. Как только мы начинаем его распутывать, мы осознаем, что повторение ошибок происходит не потому, что мы боготворим историю, а потому, что мы не принимаем во внимание все ее многообразие и опасность ее повторения. Поэтому учиться у истории – это не просто изучать события прошлого. Это стремление по возможности понять все факторы, которые к ним привели, и оценить их последствия в контексте всего человеческого опыта. В исторической науке принцип неопределенности может означать, что мы никогда не сможем полностью знать и понимать прошлое. Мы ведь не понимаем в полной мере и настоящее. Мы даже хуже ориентируемся в настоящем из-за массированной пропаганды со всех сторон, манипуляций в текущем моменте и секретности многих современных документов. Мы можем собирать факты, анализировать исторические источники и создавать на их основе интерпретации, но наше понимание всегда остается ограниченным. Во-первых, наше понимание зависит от доступности источников и точности их понимания. Во-вторых, историческая интерпретация в значительной степени определяется современным контекстом, включая наши знания, взгляды и предубеждения. Следовательно, хотя мы можем стремиться к объективности в исторической науке, полная определенность или истинная картина прошлого навсегда останется недостижимой. Это не означает, что мы должны отказаться от попыток понять историю. Наоборот, это подчеркивает важность критического мышления, оценки различных источников и постоянного пересмотра наших исторических интерпретаций на основе новых данных и перспектив. Дело в том, что при таком положении дел можно применять любые интерпретации событий прошлого и строить на них практически противоположные выводы о настоящем. Это все равно, что наводнить страну фальшивыми деньгами наряду с настоящими и не иметь никакого способа распознать фальшивку. В таком случае нет выхода, кроме как отменить старую валюту и ввести новую. Хотя история как раз таки знает и другие решения в подобных обстоятельствах. Принцип неопределенности в истории также напоминает нам, что история не является статичной или незыблемой. Она представляет собой постоянно развивающийся диалог между прошлым, настоящим и будущим. И каждое новое поколение имеет возможность вносить свой вклад в этот диалог, формируя и переосмысливая историю на основе своего собственного контекста и опыта. Давайте относиться к истории как к квантовой системе с ее принципом неопределенности и суперпозициями. Суперпозиция — это понятие из квантовой механики, описывающее состояние, в котором система может лишь с некоторой долей вероятности в том или ином состоянии, а по сути находиться в нескольких состояниях одновременно, пока не произойдет измерение, вызывающее коллапс в одной из возможных состояний. Этот принцип может быть уникально применим к историческому анализу, особенно в контексте равноправия интерпретаций. Если применить эту идею к истории, можно сказать, что каждое историческое событие может иметь множество возможных интерпретаций, каждая из которых может считаться действительной до тех пор, пока не произойдет измерение или оценка. Измерение в этом контексте может представлять собой акт исторического анализа или интерпретации, и, как и в квантовой физике, он зависит от наблюдателя. Как и в квантовой механике, где частица может существовать во всех возможных состояниях одновременно до измерения, каждый исторический момент или событие может поддерживать множество интерпретаций одновременно. Это подчеркивает многообразие и сложность исторического процесса и предотвращает сужение истории до единственного истинного нарратива. Признание суперпозиции исторических интерпретаций не отменяет необходимости критического анализа и оценки этих интерпретаций на основе существующих доказательств, однако следует отметить, что любое доказательство может быть сфальсифицировано или проанализировано неверно. Наконец, стоит понимать, что учиться у истории – это не значит просто избегать повторения прошлых ошибок. Это также значит использовать знания о прошлом для формирования нового понимания будущего. Взгляд на историю должен быть не только критическим, но и творческим, предлагающим новые пути и возможности для будущего. Потому что именно таким образом мы сможем перестать натягивать современность на исторический контекст и начать использовать уроки прошлого для формирования более обдуманного и цельного представления о будущем. Действительно, древние культуры, их обычаи и верования проливают свет на то, как развивались наши современные ценности и стандарты. Они являются своеобразным зеркалом, в котором отражается многообразие человеческого опыта в его неповторимости и разнообразии. Они позволяют нам увидеть преемственность и изменчивость, показывают развитие общества и культуры во времени. Но мы не должны забывать, что эти культуры и общества существовали в конкретных исторических условиях, которые существенно отличались от наших. Таким образом, важно полной мере осознавать, что знание о прошлых эпохах и культурах не должно превращаться в основу для формирования текущего дискурса. Вместо того, чтобы навязывать прошлые стандарты современному обществу, мы должны использовать это знание как инструмент для понимания, а не для регулирования. История должна быть источником прозрения, а не источником конфликта и разделения. В то же время обучение истории является неотъемлемой частью образовательного процесса, ведь она помогает нам лучше понять, как наши предки справлялись с трудностями, перед которыми их поставили конкретные исторические условия. Это знание может быть бесценным ресурсом при решении современных проблем. Но мы не должны забывать, что современное общество и его проблемы имеют свои уникальные особенности, и решения прошлого далеко не всегда могут быть применимыми в наше время. Например, настаивать на важности нации, территории и прочих атрибутах прошлых веков означает тянуть современный абсолютно глобализованный мир назад в пучину совершенно нерелевантных сегодня конфликтов. История — это путешествие в прошлое, которое позволяет нам лучше понять настоящее и предвидеть будущее. Но в то же время она не должна становиться оковами, ограничивающими наше мышление и возможности. Важно учиться на ошибках прошлого, но еще важнее не допускать, чтобы эти ошибки определяли наше будущее. Использование исторических событий в качестве аргументов в политическом дискурсе может быть крайне рискованным. Часто такие аргументы используются для оправдания современных действий, искажая при этом реальное понимание исторического контекста. Слишком часто в истории присутствовали те, кто пытался воскресить старые конфликты, вместо того, чтобы стремиться к современным решениям. Например, некоторые люди могут обращаться к историческим или территориальным требованиям для оправдания своих притязаний. Но здесь стоит отвечать, что важно не то, что было, а то, что есть. История, по сути, подобно черному ящику, мы видим лишь то, что из нее выходит, не в состоянии с полной уверенностью утверждать, что именно произошло внутри. Политические ярлыки, такие как фашисты и подобные, часто применяются бездумно и могут привести к искажению понимания современных явлений. Вместо того, чтобы судить о них через призму истории, мы должны стремиться к современной оценке, учитывая текущий контекст и условия. Самое важное – жить в настоящем, признавать прошлое, но не позволять ему определять наше будущее. Старые конфликты и разногласия должны оставаться в прошлом, чтобы мы могли двигаться вперед, строить мирное и процветающее будущее. В конце концов, наша способность обучаться и развиваться в современном мире зависит от нашей способности оставить в прошлом то, что там и принадлежит. Современность, как зеркало общества, отражает все его стремления, необходимости и убеждения. Она коренится в прошлом, истина, но постоянно наполняется новыми технологическими открытиями, свежими идеями и глубокими инновациями. Современность – это мозаика разнообразия, составленная из многообразных мнений, культурных особенностей и социальных движений, и она неизменно движется вперед, не останавливаясь ни перед чем. С каждым мгновением она меняется, порой вызывая кардинальные обновления в общественном порядке. Но более всего, она не должна быть связана с прошлым и ожидать, что ей придется вновь пройти через недавно пережитые трагедии. Застыв в прошлом, мы лишаемся возможности видеть то, что привносит настоящее. Мы подавляем новые идеи и цепляемся за наследие старых ошибок. Поэтому важно позволить современности раскрыться и расцвести, не пытаясь возвратить ее к историческим сценариям, которые уже сыграли свою роль. В истории есть своя ценность, она обеспечивает нас пониманием, как мы достигли сегодняшнего дня. Но она также должна служить предупреждением, а не картой действий. Нам следует принимать во внимание уроки прошлого, но не блуждать старым дорогам через трясины прошлого, когда перед нами открываются новые горизонты. Ключ к гармоничному сочетанию прошлого и настоящего кроется в конструктивном подходе к историческому анализу. Изучая бурные водовороты минувших дней, мы можем выделить универсальные закономерности и жизненно важные ценности, оставшиеся актуальными и в наши дни. Мудрость предшественников, их уроки и опыт могут помочь нам обойти подводные камни на пути к прогрессу и принимать решения, основанные на прошлых достижениях и недостатках. Тем не менее, крайне важно осознавать уникальность сегодняшнего дня, отдавать себе отчет в том, что он отличается от вчерашнего и обязательно будет отличаться от завтрашнего. Безоговорочное повторение шагов прошлого без учета специфики настоящего далеко не всегда приносит плоды. Важно внимательно и осознанно относиться к наследию истории, адаптируя его к текущим условиям, а не слепо следуя старым путем. Современность предъявляет свои требования, на которые мы должны отвечать с мудростью, понимая, что каждый новый день является шансом для осознанного выбора, отражающего лучшие стороны и уроки прошлого, а также новые возможности и вызовы настоящего. Изучая события прошлого, крайне важно стремиться к пониманию обстоятельств и контекста, в которых они развивались. Любое явление, лишенное контекста, может быть легко искажено или неправильно интерпретировано. Отказ от упрощенных и односторонних взглядов на историю открывает перед нами ее истинное лицо и позволяет научиться принимать искусные и глубокомысленные уроки от прошлого. Каждая эпоха обладает своими уникальными нюансами и особенностями, которые необходимо учитывать при анализе. Не стоит допускать искажения фактов ради простоты понимания или удобства интерпретации. Только так, основываясь на объективной и честной оценке, мы сможем перенести лучшие уроки прошлого в современность, не потерявшие свою актуальность и значимость. Необходимо производить погружение в исторический контекст, пытаясь думать так, как люди думали в соответствующее время. Для глубокого понимания исторических событий важно погрузиться в исторический контекст и попытаться постичь мысли, чувства и переживания людей той эпохи. Примером может служить изучение литературы, дневников, писем, искусства и других первоисточников времени, которые могут помочь нам прочувствовать и понять жизнь людей в ту эпоху. Чтение писем солдата, например, может дать представление о его переживаниях и эмоциях на фронте, позволяя нам лучше понять влияние войны на индивидуума. Но надо принимать во внимание и военную цензуру, не позволявшую солдату написать в письме все то, что он действительно думал и чувствовал. Важно помнить, что такое погружение в исторический контекст не должно приводить к применению современных представлений и ценностей к прошлому. Вместо этого целью является уважение к прошлому в его собственных условиях и контексте. Но также стоит помнить, что любое историческое исследование, как и любое изучение, субъективно и зависит от интерпретации исследователя. И даже при всей попытке погрузиться в прошлое, наш взгляд все равно будет окрашен нашим собственным временем, ценностями и пониманием. Сегодняшнее общество, обладая богатейшим наследием знаний и опыта прошлых поколений, имеет уникальную возможность извлечь из истории уроки, способные послужить основой для дальнейшего развития. Изучение истории может помочь нам усовершенствовать нашу культуру, улучшить социальное взаимодействие и привести к более продуктивной и справедливой системе образования и политики. Однако, необходимо остерегаться попыток принуждать общество к определенным историческим нарративам. Применение истории как инструмента для внедрения идеологий или оправдания несправедливых систем чревато разрушением общественного доверия и угрозой стабильности. Мы должны уважать все грани истории, даже те, которые могут вызывать неприятные эмоции или противоречить общепринятым взглядам. Политические лидеры, образовательные учреждения и все мы, как члены общества, несем ответственность за то, как мы используем историю. Мы должны стремиться к тому, чтобы не просто понимать историю, но и уметь критически анализировать ее, учитывая контекст и различные точки зрения. Только тогда мы сможем использовать уроки прошлого для создания справедливого и прогрессивного будущего. В заключение, история и современность не просто сосуществуют, они взаимосвязаны. История может нам многое рассказать о нашем настоящем, а современность, в свою очередь, определяет, как мы воспринимаем историю. Наша задача – найти баланс между уважением к прошлому и стремлением к будущему, используя уроки истории для формирования лучшего общества, а не уродуя и травмируя его. Продолжение следует...